Большие смартфоны часто кажутся громоздкими и неудобными, так что не всякие супергерои правятся. На некоторые настолько удобно, что с ними можно показывать карточные фокусы. У меня в руках ультратонкий смартфон с суперспособностями Lenovo Vibe X. Основной дизайнерской фишкой этого смартфона стала толщина корпуса всего 6,9 мм, а весит смартфон 121 грамм. Чтобы вы понимали, это только на 10 грамм больше iPhone 5s, но при этом дисплей 5 дюймовый. Разъем microUSB расположен на нижней грани, кнопка включения на левой, сверху только разъем для наушников или гарнитуры. На правой грани есть качелька регулировки громкости и слот для microSIM-карты, открывающийся с помощью скрепки. На лицевой стороне все на своих местах – фронтальная камера, датчики освещенности и приближения. Под дисплеем расположены три сенсорные кнопки управления. Задняя несъемная панель сделана из текстурированного пластика с хромированными элементами. На ней размещается основная камера со вспышкой и микрофон шумоподавления. Так как Vibe X принадлежит серии смартфонов для развлечений, он в полной мере выполняет эту функцию. В первую очередь благодаря прекрасному 5-дюймовому дисплею с разрешением Full HD. У него почти рекордная плотность пикселей – 441 на дюйм. Детализация просто превосходная. Разумеется, матрица тут IPS, и как бы вы ни повернули смартфон, картинка всегда будет отличной из-за больших углов обзора. А чтобы сохранить всю эту красоту в целости и сохранности, установлена защита в виде стекла Gorilla Glass 3. Флагман должен быть лидером во всем, поэтому и камера здесь последнего поколения с разрешением 13 Мп и большим количеством настроек. Так что с качеством фотографии никаких проблем не будет не только при съемке днем, но и в вечернее время при плохом освещении. Такие же выводы можно сделать и про видеосъемку, которая делается с разрешением Full HD. Фронтальная камера в этом смартфоне получше некоторых основных, которые встречаются в бюджетных моделях. Так что луки будут качественными, на радость всем гламурным девочкам. В плане интерфейса все довольно предсказуемо. Операционная система Android 4.2 Jelly Bean и пользовательский интерфейс Lenovo Launcher. Из заметных изменений пропала отдельная кнопка вызова списка приложений. Все они теперь располагаются прямо на рабочих столах. А чтобы не сильно захламлять пространство, приложения можно группировать в папки. Примерно как в iOS или MyUI. Кому как нравится. С технической точки зрения этот смартфон нельзя назвать самым передовым. Но разогнанный четырехъядерный Mediatek MT6589T с тактовой частотой 1.5 ГГц достойно справляться со всеми задачами, которые я перед ним ставила. Все работает ровно и быстро. Графический ускоритель PowerVR SGX 544MP. Его хватает для обеспечения 35 FPS в играх. Так что даже требовательные идут без подтормаживания. 2 ГБ оперативки и смартфон готов выдерживать параллельно запущенные игры, браузер, соцсети, видео. Только и успевай листать. Ультра тонкий и ультра легкий. Понятно, что в такую сверхкомпактность ну никак не уложить очень емкий аккумулятор. Поэтому разработчики из Lenovo сделали ставку на энергоэффективный процессор и программную оптимизацию энергопотребления. Так что с 2000 мАч смартфон будет выдерживать день активного использования или даже полтора при умеренных нагрузках. Конечно, в этом смартфоне сразу привлекает внешний вид. Тонкий, изящный и оригинальный. При этом Lenovo Vibix получился идеальным смартфоном для развлечений благодаря большому 5-дюймовому экрану с Full HD разрешением. Его дополняет отличная камера на 13 Мп, качественный 4-ядерный процессор и большой запас оперативной памяти для обеспечения высокой производительности. Не забывайте ставить нам свои лайки и подписываться на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok